Сегодня у нас в меню десерт. Вот необычный десерт, пп десерт, полезный десерт. И для него нам будут нужны китайские сушеные финики. По-другому это называется зизифус. 15 штук нам будут нужны. Берите крупные, чтобы и моти, которые мы будем туда в эти финики вставлять, тоже были достаточно крупные, чтобы было вкусно. Или можно взять обычные финики, которые нам всем знакомы, но лучше, конечно, с такими. Но и с теми тоже можно. Заливаем мы вот эти сушеные финики горячей водой, накрываем крышкой и держим так 10 минут. Перед этим мы еще моем финики, конечно. Теперь по истечении 10 минут нам нужно будет сделать на финиках надрез с одной стороны, чтобы вскрыть их. Если в ваших финиках есть косточка, я купила уже почищенные без косточек, то сначала удаляем из фиников косточки. Закончив с финиками, мы приступаем к тесту для моти. Нам нужна будет клейка, рисовая мука, 80 грамм. Мука для моти, она еще так называется, мочи. И добавляем туда горячую воду, или же можно молоко, например, растительное или обычное. 50 миллилитров и в общей сложности. Но добавляем потихоньку, можно так столовой ложкой понемножку заливать. И сначала мы замешиваем вот это вот тесто палочками для еды, или же можно спатулой. Затем, когда увидим, что все пропиталось водой и начало схватываться, мы сначала, уже помешав палочками, переходим на руки. И замешиваем, как обычное, тесто руками. Но будет оно, конечно, по ощущениям, не как обычное тесто. Оно будет больше сначала похоже на какой-то зернистый творог, когда мешаете палочками. А потом что-то уже похожее на тесто для сырников, но более такое плотное. Но при этом зернистое и не прям-таки до конца равномерное и гладкое. Но тем не менее, вот до такого вот состояния равномерности и гладкости, мы замешиваем вот это тесто. А затем даем ему настояться 20 минут, при этом накрываем его крышкой, потому что оно будет подсыхать. И вот наши, собственно говоря, два самых главных основных ингредиента готовы. И помимо них будет еще в конце подсластитель. После того, как мы выдержали тесто 20 минут, мы его еще раз помешали перед тем, как начать делать моти. И затем отрываем по кусочку и сначала немного разминаем его в руках, согреваем. Если будет подсыхать, можно руки немного смочить водой, но не сильно. Затем скатываем шарик и ему придаем форму цилиндра. Смотрим, подходит по размеру или нет к нашему надрезу. Вставляем финик и смотрим, если получилось больше, то, соответственно, отнимаем. Если получилось меньше, то прибавляем и совершаем ту же самую процедуру. То есть мы делим тесто на небольшие шарики одинакового размера по числу наших фиников. Затем придаем шарикам форму цилиндров и кладем их в разрез фиников. То есть начиняем финики вот этими моти. Теперь нам нужно подготовить с вами пароварку, стиммер. У кого что, у кого железная установка, у кого бамбуковые. У меня вот такая вот установка пароварка для рисоварки. И из остатков я делаю еще такую особенную моти. Я туда добавила немного маччи, зеленого чая, порошка. И вовнутрь ставила кокосовую конфетку. Нужно было что-то делать с остатками, поэтому будет и вот такой моти. Теперь мы доводим воду до кипения. И когда она закипит, мы в пароварку помещаем подготовленные, начиненные нашим тестом моти финики. И готовим все это на пару около 10 минут, ну в общем 10 минут с момента закипания воды. Пока у нас, собственно говоря, центр моти не, можно так сказать, не пропарится. То есть целиком полностью не приготовится. Вот обратите внимание, что мы с вами получаем. Вот такое тянущее, такое вот, можно сказать, рисовое тесто. То есть вот они наши с вами моти с финиками. Финики, они натурально сладкие. Вот эти китайские сушеные, но не такие, как вот обычные, к которым мы привыкли. Соответственно, если хотите послаще, можете использовать и обычные. Теперь сверху мы все поливаем медом или сиропом. По желанию вот этот топпинг, можно еще каких-нибудь, например, цветами какими-то съедобными сверху посыпать. Ну, в общем, дело вашей фантазии. И получаем вот такой вот десерт. Необычно, можно есть холодным, можно теплым. Надеюсь, вам было интересно. Приятного вам аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!